Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с видеосъемочным процессом, а более конкретно понадобились мне микрофоны, немножко улучшенным вариантом. В данном случае я применяю уже достаточно давно беспроводные системы BOE BYWM3U, которые у вас представлены сейчас справа в виде коробки и внизу непосредственно сам чехол, в котором находятся, а вернее находились, потому что сейчас они находятся непосредственно в съемочном процессе на мне и на смартфоне. Понадовился комплект с двумя уже микрофонами, плюс то, что он должен записывать стерео. Ну и у компании BOE вышел новый обновленный вариант, похожий на предыдущий, это BOE, BOE LINK, называется сейчас, идет на 2,4 ГГц, беспроводная связь, ну и в двойном канале. Может использоваться как у камерок, смартфонов, таблетках, компьютеров, ну и других вариантов. То же самое было в предыдущем случае. Единственный момент, в предыдущем случае было 3 соединения, там есть 2 варианта приобретения, либо специально для Android смартфонов, с USB-C, ну либо вариант с Apple, там идет вариант Lighting. Плюс там идет еще для подключения к камерам 3-пиновой TR-S и к смартфонам стандартной 3,5-пиновой TR-S. В этом случае предоставляется в одном комплекте и для яблочников, и для Android систем, Lighting и USB-C, и в том числе для камеры. 3,5 мм джек, 3-пиновой TR-S. Для смартфонов 4-пиновой сюда не завезли. Отставлялось все это достаточно быстро, где-то в течение 12 дней пришло. Отставлял у нас Почта России, что отражено на коробке. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Опять она не может не поймять ее, но и сейчас посмотрим более внимательно, что здесь видеть. Ну и здесь вот помятый вариант, в результате может быть и внутри тоже помялось. То есть вот такого вида можно использовать для двух человек, сразу же записывать. Ну, либо стереорежим. Три адаптера, как я говорил, Lighting, TRS для камер 3-пиновой и USB-C. Есть возможности убрать излишний шум. Они небольшие, что положительно сказывается. Как и творил моностерео, можно. Есть возможность зарядки в специальном боксе внутри. И здесь увеличили. Раньше было до 20 метров. Функционировали между они собой в прямой видимости. Здесь уже до 100 метров сделали. Ну и здесь стандартное обозначение, новогодные гарантии. Вот в таком виде у нас все это дело приезжает. Ну и давайте открывать, смотреть, что у нас внутри. Сохранилось или нет. Ну, видно тоже, поймите. Все, достаточно опасно. Здесь было по отношению к оборудованию. Так, здесь вот у нас находится, скорее всего, бокс. Здесь у нас находится внутри. Больше ничего нету. Но силикогель. Чтобы у вас воды не было. Дальше сертификат. Гарантийник. И инструкция по эксплуатации. Английский язык вижу. И китайский язык вижу. То есть, на двух языках. Так, здесь продемонстрированы возможности. Скорее всего, я их продублирую. Как обычно, у вас тут всплывать будут окошки. Можете посмотреть. Как говорил, на 2.4 работает. В гигагерцах. Цифровая модуляция. Все направленной. Керамические антенны. Тут применяются до 100 метров. До 10 милливатт. Мощность менее соты процента. От 20 до 20 герц. 48 килогерц. 16 бит. Битрейт. Дальше. Сигнал шума более 85 дБ. Дальше. Минус 42 дБ. Отпут в микрофон. Ну и различные варианты подключения. Так. Непосредственно. Передатчик 3.7 вольт 95 миллиамперов. А приемник 3.7 вольта на 120 миллиампер часов. Передатчик работает до 10 часов. А вот приемник работает 6 часов. 12 грамм. Передатчик приемника 15 грамм. Размеры указаны. От 0 до 50 можно эксплуатировать. Перевозить от минус 10 до плюс 50. Дальше. Кейс на 1000 миллиампер часов. Где-то занимает время зарядки полтора часа. Через USB-C. Дальше. Два раза можно зарядить передатчики. И один раз приемник. Вот в таком кейсе. Размеры. Ну и те же самые температуры. По применению и хранению. И в дальнейшем посмотрим, что из себя представляет. Вот такой вот у нас пакетик. Не сказал бы, что вариант. Лучше бы какой-то жесткий был вариант бокса. Чтобы поместить. Тем более здесь вот он пластиковый. А как видите, там есть окно из пластика. Имеется в виду, ну типа стекла. Дальше у нас стандартный кабель зарядки. Идут без зарядки. То есть T-C и USB-A. Длина кабеля, ну стандартная, наверное, около 30-40 сантиметров. Ну где-то так, да. Около 30-40 сантиметров. Ну и давайте посмотреть, что из себя представляет бокс. Вот он находится в таком пакетике. Как говорят, биоразлагаемом. И вот что из себя представляет боксик. Внутри находятся два передатчика и приемник в данном виде. Здесь для зарядки USB-C подключение. Открываем. В данном случае полностью заряжен кейс. Ну и здесь характеристики. О том, что называется. Боя, боя-линк CC. На 1000 мАч. 3,7 Вольта. 3,7 Ватч. Ну и зарядка должна осуществляться 5 Вольт 1 Ампер. Как раз есть зарядки у меня у Green. Там есть один из вариантов. Ну, а либо можно использовать стандартное зарядное устройство от смартфонов. Только смотреть, чтобы на 5 Вольт 1 Ампер было. Потому что... И внутри у нас находится... В предыдущем варианте... У нас вот так вот расположение было. USB-C. Вернее, лайтинг. USB-C чуть дальше. Здесь они примагничиваются. А вот USB-C. Давайте посмотрим. У меня USB-C сейчас применяется. Можно ли установить вариант. Старый имеется в виду для смартфонов. Там чуть меньше. Посмотрим. Может и не зацепиться. Хитрецы они, однако, специально делают для того, чтобы нельзя универсально использовать. Покупать нужно отдельно. И может не сработать. Ну да, не до конца. То есть нельзя применять адаптеры из предыдущего варианта. Только уже непосредственно сами эти адаптеры. Вот так вот они делают для того, чтобы заново приобретать продукты. Ну и здесь вот у нас есть зарядка тоже USB-C. Дальше моностерео. Подключение. Включение его. Здесь пока контакты закрыты. Откроем чуть позже. Так. И посмотрим передатчики. Так. Кстати, в предыдущем варианте вот прищепка была металлическая. И достаточно туго все заходило. Здесь они сделали похоже пластиковыми. Так. Ну и здесь также вариант отключения звука для переговоров. Ну, либо если вы перезваниваетесь. Ну и плюс различные сценарии по шумоподавлению и увеличению звука. Ну, здесь вот микрофон. Хорошо, что есть меховушки. И здесь они уже не надеваются, как в прошлый раз, а зацепляются. Да. Ну и тем самым не будут у вас выпадать. То есть идут крепления. И второй вариант тот же самый. Тоже пластиковый. Тоже пластиковый вариант прищепки. Здесь также USB-C для зарядки уже непосредственно его самого без кейса. Так. Здесь отключение и различные сценарии. И также закрепление меховушки. Dead Cat, так называемые. Вот такой вот комплект. Беспроводной боя Boilink на два канала. В моностерео режиме. Для подключения к различным устройствам. Это к камере, к смартфону Apple и к смартфону Android, где идет USB-C. Ну, а камера, соответственно, 3,5 мм. Метро джек ТРС на 3 пина. Кстати, давайте. Вот у меня здесь есть вариант микрофона. Вот таким образом подключается. И давайте протестируем данное устройство. Давайте посмотрим, как записывать данное устройство. Различными вариантами. В моно-режиме, в стерео-режиме. И на различных устройствах. Ну, в частности, попробуем записать на смартфон. И вариант на камеру. Давайте приступать. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона боя Boilink в Dual Channel на смартфоне Asus Zenfone 8 Flip. Во внутреннем программном обеспечении Camera Pro без постопроводки в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона боя Boilink. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона боя Boilink в Dual Channel на смартфоне Asus Zenfone 8 Flip. Во внутреннем программном обеспечении Camera Pro с постопроводкой в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона боя Boilink. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона боя Boilink на смартфоне Asus Zenfone 8 Flip в моно-режиме Dual Channel. Во внешнем программном обеспечении без постопроводки в программном обеспечении монтажка. 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя боя link 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя боя link на смартфоне asus Zenfone 8 flip в моно режиме dual channel во внешнем программном обеспечении с постобработкой в программ обеспечения монтажка 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя боя link 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя боя link в моно режиме на камере nikon z30 без постобработки программном обеспечении монтажка 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя боя link 1 2 3 4 5 проверка в микрофона боя боя link в моно режиме на камере nikon z30 с постобработкой программном обеспечении монтажка 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя боя link 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя боя link на камере nikon z30 dual channel стерео без обработки программном обеспечении монтажка 1 2 3 4 5 проверка стерео микрофона боя боя link 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя боя link на камере nikon z30 dual channel стерео с обработкой звука программном обеспечении монтажка 1 2 3 4 5 проверка стерео микрофона боя боя link 1 2 3 4 5 проверка беспроводных микрофонов боя боя link на смартфоне asus zenfone 8 flip во внутреннем программном обеспечении камера про дуалgie is tells перрика беспер Andrea timelinet u2 3 4 5 проверка беспроводных микрофона боя боя length на смартфоне asus zen-fone 8 flip в внутреннем программном обеспечении камера про дуалл ченеса пост обработкой программным обеспечением монтаж к 1 2 3 4 5 проверка беспроводных микрофонов боя боя ли 1 2 3 4 5 проверка беспроводного микрофона боя боя link на смартфоне asus zenfone 8 флип во внешнем программном печи не камера долл channel стерео без пост обработки в программном обеспечении монтажка раз два три 4 5 Проверка беспроводного микрофона Боя Боя Линк. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка беспроводного микрофона Боя Боя Линк на смартфоне Asus Zenfone 8 Flip. Во внешнем программном печени камера Dual Channel Stereo с постобработкой в программном обеспечении монтажка. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка беспроводного микрофона Боя Боя Линк. Я вам продемонстрировал беспроводные микрофоны Боя Боя Линк двухканальный, который использует связь на 2,4 ГГц. Предназначен для различных устройств. Можно записывать как диалоги, так и непосредственно в стереорежиме одного. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова